Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. Сегодня хотела бы я с вами поговорить про защиту растений в саду и квартире на подоконнике растительными средствами. Все мы хотим выращивать здоровые растения с минимальными затратами собственных усилий и при этом не используя большого количества химии. В этом нам могут помочь различные растения, которые обладают инсектицидными свойствами, то есть свойствами отпугивания и уничтожения различных насекомых, и не только насекомых, но и клещей, и других членистоногих. Самым первым инсектицидным растением, которое используется для защиты растений и не только растений от различных насекомых, является долматская ромашка. Правильное ботаническое название этого вида – это перетрум розовый. Это растение южноевропейской флоры. Отличается оно красивыми розовыми язычковыми цветками и достаточно крупными соцветиями. Она еще называется чахотная трава, поскольку порошок из высушенных растений долматской ромашки при распылении в воздухе вызывает очень сильное чихание и зуд в носу. Насекомые, конечно, не чихают, но они серьезно повреждаются, и самый первый класс синтезированных веществ для борьбы с насекомыми получил такое название, как перетроиды. То есть он был получен из перетрума, из долматской ромашки, на основе действующего вещества долматской ромашки. Применяется она либо в виде сухого порошка, который распыляется над растениями, но если стоит сухая погода и порошок этот, конечно, не прилипнет, то берется 15-20 граммов порошка долматской ромашки и настаивается в одном литре горячей воды приблизительно на протяжении суток. Вообще вот все растительные препараты готовятся сходным образом. Сухое или влажное сырье заливается горячей водой, в редких случаях используется холодная вода, настаивается какое-то время, либо отваривается. Про вот эти особенности я буду говорить подробнее. Ни в коем случае не допускается закипание, как правило, вода нагревается до кипения и выключается. И под крышкой мы свои вот эти отвары настаиваем где-то на протяжении часа, если нам срочно нужно использовать наши препараты. Ну или в идеале мы настаиваем сутки. Если мы настаиваем только час, то после остывания мы вот этот отвар процеживаем, разводим в половину, то есть добавляем на литр жидкости еще литр чистой воды и растворяем небольшое количество либо хозяйственного мыла, а в идеале это вообще калиевое зеленое мыло, которое бывает в магазинах ветеринарных препаратов, иногда бывает оно в хозяйственных отделах магазинов. Вот это калийное зеленое мыло, оно обеспечивает лучшую прилипаемость нашего раствора, чтобы он не скатывался с листьев растений. Какие же растения мы можем еще использовать, кроме долматской ромашки? Все вы видели такой сорняк, как чистотел большой. Он еще называется молочай, молочко от бешеной коровки его называют. Отличие вот этого растения семейства маковых такое, что это, наверное, единственное у нас в природе растение, которое выделяет ярко-оранжевый сок при срывании. Растение использует сок чистотела для выведения бородавок, родинок на теле, но само по себе растение ядовитое, и оно ядовитое не только для людей, но ядовитое и для насекомых различных. Как правило, поселяется чистотел в сырых местах, на богатой почве. В таких местах он распространяется, просто зарастает огромными площадями. И надо использовать это растение для борьбы со всем, кто нам не нравится у нас на участке. Используется для получения настоя, берется 300-400 граммов сырой травы и заливается литром, трава измельчается достаточно мелко, заливается литром горячей воды. И чистотел его не варят, его настаивают именно просто до остывания. То есть мы кипяточком залили и под крышечкой держим. Час прошел, мы сливаем, процеживаем, разбавляем. Но используем как положено. Еще один сорняк, который наверняка многие видели, встречались с ним и представляют, что это растение достаточно полезное, это полынь горькая. Это один из самых красивых видов полыни с серебристыми листьями, с очень приятным горьким ароматом таким. Но если переборщить с нюханием этой полыни, то тоже она вызывает очень сильное чихание. Насекомому она тоже очень не нравится. И полынью можно бороться и с более серьезными вредителями, не только с гусеницами, не только с тлей. Полынь достаточно эффективна против трипсов. Это такой неприятный вредитель, который имеет несколько генераций развития и повреждает очень многие цветочные культуры. Особенно он вредит на гладиолусах. И использование полыни, конечно, в этом случае очень оправданно и полезно. Кроме того, полынь можно использовать и для лечения сельскохозяйственных животных. В народной медицине ее использовали для лечения даже людей от глистных инвазий, так называемых. То есть по-простому от различных паразитов, которые живут в желудке. Но действительно, горечь полыни очень сильная и она способна серьезно повредить таким животным, скажем. Полынь используется как в сухом, так и в сыром виде. Если берется сухая полынь, то используется приблизительно в три раза меньшее количество сырья, чем при использовании сырой полыни. На дистиллировое ведро воды берется 2-3 килограмма сырой полыни. Она измельчается, либо рубится мелко ножом, либо перемалывается на мясорубке, заливается кипятком и доводится до кипения. Кипеть не позволяют самому этому отвару. В дальнейшем остывший отвар процеживают и приготовляют препарат, который используется для обработки различных растений. Также для борьбы с насекомыми вредителями можно использовать различные садовые и огородные растения. Но самым известным средством является чеснок. Настойка чеснока используется очень широко. Причем можно использовать не только луковицы чеснока. Можно использовать и надземную часть его. Можно использовать стрелки, которые выламываются у азимового чеснока для получения более крупных луковиц. Все это является прекрасным сырьем для приготовления препаратов, для борьбы с самыми различными видами вредителей. В том числе чеснок способен бороться при незначительном повреждении растений щитовкой. Но, естественно, если повреждение очень сильное, то одним чесноком, к сожалению, не обойдешься. Чеснок измельчают при помощи довилки либо на мясорубке. И используется 250-300 граммов сырого сырья на литр воды. Если чеснок заливается все это горячей водой, чеснок не кипятят, в идеале настаивается на протяжении суток, потом процеживается и доводится до объема 10 литров, вот этот настой получившийся. Если стоит необходимость быстро обработать, если у нас массовое размножение вредителей и времени ждет, тогда чеснок заливают горячей водой, дают остыть на протяжении часа-полтора, после этого разводят еще литром воды и используют для обработки. Можно использовать для борьбы с вредителями такие растения, как жгучий перец. Причем можно как самому выращивать этот перец, так можно купить готовый молотый жгучий перец. Он очень эффективен при борьбе с листобложками, которые повреждают различные растения семейства крестоцветных, в том числе редиску, репу, редьку, различные виды капусты, особенно цветной капусте вредит листобложка. Для борьбы с ними земля вокруг вот этих посадок просто присыпается перечным порошком. Единственное правило предосторожности, вот при работе с перечным порошком, ну как и при работе с табачной пылью, обязательно применяйте защитную маску, потому что при вдыхании вот этих порошков, ну последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми и достаточно тяжелыми. Поэтому работайте обязательно в перчатках и защитной маской, чтобы себе не навредить. После того, как порошок лег на землю, он уже как бы достаточно безопасен, ветром он особо не разносится, но в тот момент, пока он находится в воздухе, ну просто он может вызвать большие неприятности. Если используется сырой, свежий жгучий перец, то берется 100 граммов стручков вот этих, их измельчают на мясорубке и заливают одним литром воды. Рецепты доводят до кипения и в дальнейшем приготавливают препарат, как обычно. Попробуйте, я надеюсь, что мои рецепты помогут вам бороться с вредителями вашего сада и огорода, держать их численность под контролем и наслаждаться работой на вашем участке. С вами была Анастасия Гулис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Я буду рада ответить на ваши вопросы в комментариях.